Мой доклад «Полярник имени Отто Юлевича Шмидта. Титульный дом Главного управления Северного морского пути». Называется доклад «Большой сталинский стиль и покорение Севера. Архивное открытие». На самом деле это история о заблении и о сложных путях восстановления исторического наследия. Пожалуйста, следующий слайд. Вот вы видите на фотографии слева, это 1935 год. По проекту 1935 года возводится первая очередь дома «Полярник» на Садовом кольце. Дом строится каскадным способом в три очереди. Вот вы видите еще на главной магистрали столицы ходят ослики и уже строится этот дом. Интересно, что буквально за несколько лет до этого, в 1928 году, на другой стороне Садового кольца был построен первый в СССР планетарий, первый в Советском Союзе планетарий. И таким образом, очень интересно, символическими способами, символическими архитектурными средствами наметилась эстафета освоения мира советскими людьми от Севера до космоса в последующие десятилетия. В 2019 году в Центральном государственном архиве удалось узнать впервые полное имя дома, дом «Полярник» имени Отто Юлевича Шмидта. Как известно, Сталин сравнивал освоение Северного морского пути с британской Ост-Инской компанией. И главное управление Северного морского пути было основано потому, что он считал, что различные профильные наркоматы с этой задачей не справятся. И дом на Садовом кольце, дом «Полярник» имени Отто Юлевича Шмидта был построен в честь основания ведомства по имени первого руководителя Северного морского пути. Вот удалось это узнать лишь в 2019 году. Мы увидели замечательный проект дома, на нем 14 колонн и 6 крупномасштабных скульптур-полярников. Но проект претерпел ряд изменений и в сторону минимализма, большего чистоты, динамизма линий, и эти колонны и эти скульптуры на доме «Полярник» не появились. Но неподалеку, на высотке на Кудринской площади и на гостинице «Пекин» появились похожие скульптуры. Пожалуйста, следующий слайд. Футуристический проект здания поручили архитектору-запорожцу, который после переезда советского правительства из Ленинграда в Москву возглавил строительный отдел Моссовета. К слову, именно он нанимал на работу для создания нового облика Москвы таких архитекторов, как Щусев, Шехтель, Желтовский. И, как вы видите, на крыше здания дома «Полярник» был запланирован солярий площадью 850 квадратных метров. Он считал это необходимым для того, чтобы после возвращения с Крайнего Севера полярники поправляли свое здоровье. Это не было воплощено, но в 2019 году мы впервые увидели, что это было запланировано. Пожалуйста, следующий слайд. Дом «Полярник» был построен в виде буквы «П». «П» значит «полярник». И, кроме того, архитектор также считал, что дом, силуэт дома будет виден. Дом планировалось построить для, в основном, авиаторов, и его будет видно из космоса. Кроме того, вы видите шапку полярника, которая тоже напоминает этот силуэт. Но вы можете не пытаться здесь узнать какого-то знакомого вам полярника, потому что это на самом деле стоп-кадр из фильма «Золотой ключик». Главного антагониста «Веселые человечки» в фильме «Золотой ключик» смогли победить при помощи полярника, потому что полярник – это был как супермен того времени и как космонавты кожи. Вот шлем космонавта, шапка полярника и буква «П». Вот несколько символов эпох и такая перекличка между этими эпохами. Вот, пожалуйста, следующий слайд. Также удалось увидеть проекты архитектора Запорожца. Проекты архитектора Запорожца удалось обнаружить в архиве. Архив архитектора и его дочь в 1987 году вместе с главным редактором журнала «Архитектура и строительство Москвы» передали в Музей архитектуры имени Щусева. Удалось это найти спустя 30 лет и 3 года, и только в 2019 году проекты стали разбираться. Узнали, что архитектор Запорожец планировал застройку набережной Тараса Шевченко в Москве, он планировал кинотеатр в Омске и многие другие здания. И был одним из основателей большого сталинского стиля. Также хранятся справки, телеграммы, документации 1930-х годов. И самое главное, что даты и адрес дома «Полярник» указаны в этих справках. То есть понятно, что дом был построен в 1936-1937 году, и адрес указан в Садовое-Пудринское, 1416, дом «Полярник». То есть именно туда были адресованы эти телеграммы. То есть в 1936-1937 году дом был уже построен. Пожалуйста, следующий слайд. Также были запланированы архитектурные элементы, которые тоже удалось найти в этом архиве. И декор дома, интерьер дома и проект «Дома-Полярник». Вот вы видите, как дом выглядел в 50-е годы. Он таким ледоколом возвышался над Садовым кольцом. К сожалению, сейчас дом выкрашен неправильно. Колористический паспорт лишь придется восстанавливать. В доме люди собирают, жители дома собирают информацию о проживающих в доме. В доме проживал Иван Дмитриевич Папанин. Удалось узнать, что в доме проживал референт Папанина Табелев. Есть его удостоверение, это тоже собирают жители. И жители также увидели интереснейший договор о передаче дома, о передаче квартиры Табелеву. Жил Владимир Петрович Рябчиков, заместитель начальника Главного управления Северного морского пути, член коллеги Главного управления Северного морского пути при Совнаркоме СССР. Вот вы видите справа его фотография с Папаниным. И справа внизу фотография, на которой написано Северный Ледовитый океан Арктика. То есть фотография сделана в Арктике. Это все жители этого дома. И вы знаете, собирают эти фотографии, эти документы сами жители. Пожалуйста, следующий слайд. В доме проживал Семен Григорьевич Цесарский, начальник управления Севгидрострой. Пожалуйста, следующий слайд. Да, спасибо большое. Проживал Чибисов, начальник управления полярной авиации. Проживал Борис Владимирович Вайнбаум, заместитель начальника Главного управления Северного морского пути по перевозкам. Проживал Хомский, начальник арктического снабжения. Проживал Либин, директор Арктического и Антарктического научно-исследовательских института, первый заместитель начальника Главного управления Гидрометеослужбы при Совнаркоме СССР. Проживал Еремеев, начальник отдела эксплуатации и управления морского транспорта. Проживал Сузюмов, это правая рука, адъютант Папанина. Проживал он, кстати, в коммуналке, заместитель начальника штаба морских операций западного и восточного секторов Арктики. И вы знаете, да, пожалуйста, вот этот слайд, спасибо. Проживали полярные летчики, авиаторы Бахтинов, Куксин, Круза, Саракваша, Мальков. Вот интересно остановиться на Малькове, потому что он получил награду за налет одного миллиона километров. И самой первой наградой Малькова стали именные часы от начальника главного управления Северного морского пути Отто Юлевича Шмидта. Вы знаете, Мальков, он участвовал в испытаниях гидросамолета Б-4. Это были государственные испытания, первые гидросамолета Б-4. Он перевозил гидросамолеты Каталина по Ленд-Лизу из США в Советский Союз. И узнавая вот эту историю, которую наши жители собирают, жители дома полярник, она ускользает сквозь пальцы, люди умирают. У Папанина была переводчица, она буквально недавно передала нам бесценные сведения, но ее не стало. То есть действительно на кончиках пальцев мы собираем эту историю. И понимаешь, что вот эти полярники, они внесли неоценимый вклад и в великую победу. И дом, бывает так, что и дом памятник, этот дом это памятник героям. И вы знаете, хочется сказать, что ведь и сегодня международное соперничество, револитет в освоении Арктики, он не ослабевает. И Северный морской путь это важнейшая глобальная конкурентная транспортная артерия, как называет наш президент. И вот в первый день полярных чтений Виктор Ильич Боярский, он сказал, что геополитическое значение имеет художественное освоение Арктики. И вот эти слова, они в полной мере относятся к дому полярника имени Отто Юлевича Шмидта. Нельзя придавать забвению великие памятники героям. А к сожалению, это происходит. Вот хочу вам показать следующий слайд. Вот это распоряжение, это буквально документация забвения. Вот в 2013 году было выпущено распоряжение о том, что вот дом полярника, о котором я вам столько рассказывала, и о котором открытия, о котором буквально недавно стали известны, его объединили в ансамбль жилых домов кооперативов полярников с двумя соседними домами разных стилей, эпох и архитекторов. С дореволюционным доходным домом номер 8 и с домом 10-12 на Садово-Кудринске, который вообще другому ведомству принадлежит. Вот соединили в некий конгломерат. Пожалуйста, следующий слайд. После того, как удивительную историю открытий удалось доложить в Департаменте культурного наследия города Москвы, эксперт признал свою ошибку и сказал, что название дома имеет смысл вернуть. То есть дом полярника имени Оттошмита в качестве рекомендации пытаются вернуть, но и убрал словосочетание кооператив полярников, потому что два соседних дома вообще никакого отношения к полярникам не имеют. Однако же конгломерат вот этих домов остается, а дом, великий дом, памятник героям, он не стал памятником. И, конечно, хочется сказать, что нужно вернуть не только название этому дому, нужно установить мемориальные доски героям, Папанину, авиаторам и остальному цвету руководства Северного морского пути, который проживал в этом доме, выделить дом в отдельную архитектурную единицу, отцепить вот этот так называемый паровоз из двух соседних домов разных стилей эпох и архитекторов. И хотелось бы, вот просили, внести предложение в резолюцию полярных чтений, рекомендовать Министерству культуры Российской Федерации все-таки присвоить дому статус объекта культурного значения, федерального, объекту культурного наследия, федерального значения. Это очень важно, и эти открытия, они сделаны людьми, то есть вот проживающими в доме, обнаружилось, что и символично, что это сегодня год 130-летия от Июлевича Шмидта, что именно в этот год удалось хотя бы имя вернуть этому дому, но и узнать его интересную драматическую историю. Если есть какие-то вопросы, постараюсь ответить. Спасибо, спасибо большое, Рута Александровна. Получили дамы ваши сформулированные в письменной форме, в письме ваши предложения, обязательно его внесем, конечно, большое спасибо за... Потому что есть другой дом, полярник, он известен, а наш дом, к сожалению, не было даже жителем дома известно о том, что он носит имя от Июлевича Шмидта и был построен в честь основания главного управления Северного морского пути. И вы знаете, вначале забываются памятники героям, а потом герои забываются, и так быть не должно. Потому что это и есть патриотизм. Когда мы помним памятники и замечаем это, рассказываем. Может быть, какие-то вопросы есть? Маленькие, точнее, вот скульптура полярников, это должны были быть конкретные люди или такие абстрактные скульптуры? Спасибо, интересный вопрос. Но поскольку архив вот только был найден в 2019 году, дочь архитектора, у нее потомков не было, в 1987 году она передала архив в Дар-музею архитектуры Щусева. И в публикации об этом главного редактора журнала как раз было написано, что уже тогда, в 1987 году, что история архитектора Запорожца, она достаточно драматична, потому что существуют многие дома в Москве, известные как дома, построенные другими архитекторами. Это уже в 1987 году было. Вот сейчас архив стали разбирать, и, возможно, многое откроется. То есть он еще не доразобран, и потихонечку эта информация о Запорожце появляется на сайте госкаталога. Неизвестно, это какие-то конкретные полярники, или же это просто фигура. Но хотя бы интересно то, что подобные фигуры появились на соседних домах, вот как я уже сказала, на высотном здании на Кудринской площади и на гостинице Пекин. Спасибо. То есть этот архитектор стоял, как выясняется, один из основателей большого сталинского стиля или сталинского неоклассицизма. Спасибо. Да-да-да, вот еще вопрос есть. Большое спасибо, очень интересно. Правильно я понимаю, что сейчас на доме никаких вообще вызвесок нет, и напоминания о том, что это дом полярника, нет ничего. К сожалению, никаких. И приезжают новые жители, и они даже не знают, в какой они дом приезжают, старожилы умирают потихонечку. И вот те полярники, которых я перечисла, это совместная работа жителей, проделанная за последние пару лет. То есть мы собираем, добавляем это в Википедию, делаем публикации, и вот таким образом храним память. Но очевидно, она не только таким образом должна храниться, но и дом должен быть отмечен как объект культурного значения, культурного наследия. Есть второй дом полярника, он как раз, по-моему, отмечен, насколько я понимаю. Да, он отмечен, это брат нашего дома, тоже дом полярник, но если наш дом – это титульный дом главного управления Северного морского пути, то тут дом полярник на бульварном кольце. И интересно, что он вырос из уже имеющегося на базе особняка, который уже был построен. Поэтому неправильно, наверное, сравнивать дома и говорить, какой дом более важный, а какой дом менее важный. Ну вот дом полярника, о котором я вам рассказывала, имени Отто Юлевича Шмидта, он по проекту 1935 года строился и строился в несколько очередей. Последняя очередь была достроена пленными немцами, последний подъезд, шестой, после окончания Великой Отечественной войны. А тот дом возвели довольно быстро, в 1936-1937 году на базе особняка. Но, кстати, тот дом тоже выстроен в виде буквы «П», и, судя по всему, это тоже проект запорожца. Потому что и Мейснер, автор особняка, и Йохелес, который считается автором того дома полностью, они были подчиненными запорожца и работали в строительном отделе Моссовета. Он в Запорожье за глобальные такие концепции придумывал, как, например, застройку всей Дорогомиловской набережной. И если мы сейчас в Москве пройдем по Дорогомиловской набережной, мы увидим ровно то, что планировал этот архитектор. Он видел дома как такие комплексы. То, что мы видим только сейчас, он планировал это уже тогда. То есть даже в доме «Полярник» предполагалось, там, ковровые лестницы, лифтеры, бархатные кушетки стояли. Обязательно планировалось бомбоубежище, обязательно планировался детский сад. Он планировал дома так, как вот солярии на крыше. Так, как мы сейчас только видим такие комплексы, появляются в стране вообще. Спасибо. А еще раз, в том другом доме там вывеска есть, что это дом «Полярника» и есть доски «Полярника» памятные? Тот дом является объектом культурного наследия. И на доске написано «Дом главсевморпути». Но если уж быть совсем точными с исторической точки зрения, то правильное название и того, и другого домов на Садовом, на Бульварном кольце – это «Дом Полярник». Но дом на Садовом кольце – это дом «Полярник» имени Ота Юлевича Шмидта, построенный в честь основания ведомства и по имени назван Ота Юлевича Шмидта, первого руководителя ведомства. Тот дом – «Дом Полярник», его полное название. Ну вот, был известен только один дом. Спасибо. Хорошо. Такой маленький отличный план, наверное, к вам. А вот «Дома Полярник», отсчеты домоуправления, которые хранятся у нас в ЦГНТД, в Фунде Арктического института. Это идет речь о наших местных домах «Полярник», институт, не о московском филиале. У нас вот есть свои «Дома Полярник», тоже не прямо от управления главсевморпути, они конкретно связаны с Арктическим институтом, который входил тоже в систему ГОСМП в те годы. На самом деле архитектор Запорожец, он должен еще занять свое место в плеяде архитекторов советского времени, потому что его имя вообще никому не известно. И буквально недавно группа волонтеров из Щукинского института, потому что его дочь работала в Щукинском институте и основала кафедру сценической речи, по которой все наши артисты учились. И Щукинский институт выделил волонтеров, и плюс наши жители искали могилу архитектора и обнаружили могилу его и его дочери на Ваганьковском кладбище, абсолютно заброшенной. То есть архитектор просто стерт, дом предан забвению, и имя архитектора тоже абсолютно стерто из истории архитектуры. И он, конечно, должен занять свое имя, экспертам предстоит еще над этим поработать, потому что очевидно, что это очень значительная личность. То есть руководитель строительного отдела Моссовета, который великих архитекторов, которые, кстати, стали известны, в том числе музей Щусева, он Щусева на работу принимал, оказался неизвестен. Так бывает в жизни. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.